В выступлении Си Дин Пин рассказал слушателям о китайской политике в регионе, а также озвучил позицию страны по региональному сотрудничеству ВТР. Кроме того, председатель КНР поделился новостями о ходе реализации проекта «Один пояс, один путь». «Эта инициатива поможет приумножить процветание азиатско-тихоакенского региона», добавил Си Дин Пин, если способствовать инновациям. Си Дин Пин высоко оценил роль инновации в развитии экономики. Он выразил надежду, что интеграция экономик стран АТР пройдет успешно благодаря инновационному сотрудничеству между странами и росту мировой экономики в долгосрочной перспективе. Кроме того, председатель Си подчеркивает возможность инновации в развитии Китая. Одной из главных тем выступления Си Дин Пин стала 13-я пятилетка. Многие эксперты не сомневаются в успешном воплощении пятилетнего плана, несмотря на понижательное давление и другие экономические испытания. Профессор высшей школы экономики Максим Братерский отметил, что страна добивалась хороших результатов при гораздо худших условиях. На мой взгляд, реализуемо. 30 лет назад, когда Китай начинал реформы, никто не верил, что будет такой ошеломительный результат. Ведь 30 лет назад весь Китай, весь миллиард человек тогда был бедный. А сегодня большая часть китайцев живет уже нормально. Это было достигнуто за 30 лет. Так что я думаю, что можно, наверное, продолжить эту стратегию и позволить еще остальным выйти из бедности. Экономист из Пакистана Саджат Малик считает, что другим странам стоит поучиться у Китая умению сохранять устойчивость роста экономики. В первые три квартала этого года рост ВВП страны составил 6,9%. Вклад китайской экономики в мировую достигает 30%. Благодаря механизму сотрудничества АТЭС, стабильный рост экономики Китая способствует сохранению благоприятной экономической обстановки во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Это не такого активного роста. В прошлые годы теперешние показатели могут показаться не такими впечатляющими. Но у Китая еще есть очень четкое направление развития, от которого не стоит отклоняться, несмотря на чьи-то слова или действия. Китайский подход вдохновляет очень многих». Эксперты высоко оценили политику Китая по содействию экономическому развитию АТЭР. Пекин активно продвигает инвестиции и взаимодействия на региональном уровне, предоставляя многим экономическим субъектам АТЭР важные возможности для развития.